Три дня и три ночи сотрудники Самарского зоопарка ждали появления на свет новых обитателей крокодиловых кайманов. Шесть здоровых малышей родились чуть больше месяца назад. В среднем они весят по 50 граммов. Зубастыми и когтистыми они становятся не сразу. Чтобы вырасти в двухметровых гигантов, им нужны особые условия. Смелой и заботливой рукой заведующий акватерариумом Андрей Бултушко каждый день измеряет и взвешивает маленьких крокодилов. Живут они отдельно от своих родителей. Тоша и Кокоша уже второй год радуют сотрудников зоопарка потомством. Специалисты говорят, что это практически чудо природы. Другим зоопаркам по Волжье многие годы не удается создать настоящую крокодилью семью. Он должен показать свою мужественность, то есть он должен в качестве очень сильной, громко хлопнуть хвостом. И кроме этого он начинает произносить некоторые такие, скажем так, звуки бурчащие. Что от них в обычной среде, в обычное время не услышишь. Через пару лет, когда можно будет определить, кто из них мальчики, а кто девочки, рептилии направят в другие зоопарки. Этот кайман родился в прошлом году и в нем уже 75 сантиметров. Новорожденным малышам до него, конечно, далеко, но они содержатся в тепле, в уюте и при правильной температуре. Так что в следующем году вырастут не меньше, чем этот красавец. Марьяна Мирная, Григорий Крешаков. События.